Всем привет! Я Виктор Стельмах, и это мой видеоблог Стельмах про авто. Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я тестирую третье поколение Hyundai Tucson. Вот так моют. Вот так моют новые Tucson, после того, как они побывали на внедорожной трассе. Новое третье поколение Hyundai Tucson очень напоминает Hyundai Santa Fe. И я даже сам несколько раз перепутал Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson. Он стал намного солиднее, намного ярче у него теперь внешность. В общем, это совсем другой автомобиль, который выглядит на класс выше. И в салоне у этого автомобиля тоже все на класс выше. Здесь мягкий пластик, здесь хорошая отделка, здесь даже есть вентиляция кожаных сидений. Ну, естественно, в богатых версиях. А вентиляции кожаных сидений нету иногда даже в самых богатых версиях премиальных автомобилей. Здесь стало намного больше места в салоне. В общем, Hyundai Tucson это бомба. И когда он появится в Украине, а его обещают привезти к нам уже до конца нынешнего года, я думаю, что это будет хит продаж. Конечно, если у него будет разумная цена. Потому что все мы прекрасно понимаем, что не в последнюю очередь старые тушканчики хорошо продавались. Из-за того, что у них была хорошая цена. А вот сейчас пришло время после трека проверить, каков тусон на бездорожье. Здесь же на полигоне Наваг для нас устроили внедорожный полигон. Внедорожную трассу точнее. И мы сейчас поедем на ней покатаемся. Вы, конечно, прекрасно понимаете, что внедорожная трасса это не настоящее бездорожье. Вот. И это так для тех, кто хочет поехать на пикник с семьей. И новый тусон для этого очень хорошо подходит. И вдруг ему попадается какой-то участок, который, может быть, если бы он ехал на седане, смутил бы водителя. Ну, а на тусоне он может попробовать этот страшный участок преодолеть. То есть это то, что называется у нас бытовое бездорожье. Или фактически все пригородные дороги и съезды с дорог в Украине. Так что я думаю, что мы пройдем все испытания вместе с новым тусоном и нигде не застрянем. Сейчас проверим. Ну, сверху абсолютно не видно, что тут какой-то страшный такой уклон. Ну, нам сказали сейчас включить блокировку. Вот я включил блокировку. Вот здесь вот кнопочкой. Непонятно зачем. Но мы сейчас поедем. Вот. Бочком будем заезжать. Вот тут такая у нас. Такой бугород у нас. Вот мы бочком, 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 аккуратненько едем. Ого, как машина нагнулась. Вот мы бочком, бочком, бочком едем по такому наклонному. Вот мы съезжаем аккуратненько. Сказали ехать очень аккуратненько. Аккуратненько, естественно. Но если это семейный автомобиль, то кто же будет на нем рисковать. И вот мы так аккуратненько преодолеваем сербское бездорожье. Вот тут у нас большой спуск. Мы сейчас как раз вот подъехали и не видно, что там внизу. Сейчас автомобиль будет опускаться. Вот нам там показывают. Аккуратно, аккуратно. Да, вот, 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 вот. Мы теперь заезжаем на холм. Вот такой вот холм. Тут его видно. Сейчас мы будем потихонечку на него заезжать. Конечно, ничего сложного тут нет. Самое главное аккуратно давить на газ, для того, чтобы автомобиль не вылетел. Вот, теперь мы включаем систему. Вот, вот мы включаем систему спуска с холма. Вот, и начинаем потихонечку спускаться. Я, правда, ничего не вижу. Просто прямо. Да, мы едем просто прямо. А уж куда мы едем. Вот только сейчас из-под капота показался кусочек трассы. Говорят, убрать ногу с педали тормоза. Но я когда убираю, автомобиль как-то очень быстро начинает спускаться. Мне кажется, что тут что-то неправильное. Ну вот, снаружи, как выглядит этот холм, на который мы поднимались. Снаружи он выглядит более впечатляюще, чем когда ты сидишь в машине. Абсолютно ничего страшного нет. Сейчас мы попробуем. Третий Тусан построен на абсолютно новой платформе. Колесная база у него теперь 2670 мм. Поэтому места в салоне стало больше. И тут легко поместятся пятеро. Причем высоких и упитанных. На выбор предлагается 5 моторов. 2 бензиновых и 3 дизельных. Мощностью от 115 до 186 лошадиных сил. Коробки передач шестиступенчатые, механическая и автоматическая. И семиступенчатая с двумя сцеплениями. Привод передний и полный. Но несмотря на полный привод и электронную межосевую блокировку, внедорожником Тусан назвать сложно. Ведь дорожный просвет у него чуть больше 17 сантиметров. Их вполне достаточно для города и недалеких пригородных вылазок. Среди конкурентов Тусана – Mazda CX-5, Toyota RAV4 и, конечно же, Kia Sportage. Новый Тусан уже никто не посмеет назвать тушканчиком. Выглядит кроссовер, как автомобиль на класс выше. А по отдельным опциям даже опережает некоторые модели премиум класса. Например, для нового Тусана можно заказать сиденья не только с подогревом, но и с вентиляцией. Кроме того, в новом Тусане есть практически все модные системы безопасности, которыми хвастают сегодня автомобили премиальных марок. Что уж говорить о качестве материалов отделки салона. Они добротные, но соблюдая традиции класса. А Тусан, как и раньше, массовый и доступный автомобиль. Пластик у него в салоне мягкий не везде, а только там, где к нему часто прикасаются пассажиры. Новый Тусан – находка для тех, кому не хватило денег на Hyundai Santa Fe. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стель Магдас Авто» на Радио Вести. И, конечно, ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!